Всем доброе белорусское осеннее утро. Моё утро начинается с прогулки по парку. Иду с колясочкой, вот так вот с коляточкой идём гулять. Будем спать и наслаждаться осенним воздухом. Так, здесь белка. Смотрите, белка. Какая красота. Осенняя красота. Белочка, белочка. Жалко, что моя девочка уже уснула. Так бы показала бы эту прикольную белку. Смотри. Прыгает. Прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок. Как нам повезло увидеть белку в лесу. Осеннее маслицо. В парке. Помните, я здесь гуляла неделю назад и говорила, хочу здесь жить. Я уже это говорила. Так вот, получилось мне работать няней в таком прекрасном районе. Девочке сказал, что вообще раньше было польское предместе, поэтому здесь вот и другая энергетика в этой части города. Я вот люблю парк, улицу Мицкевича, ЖД вокзал, всё там, Восток, Ковалёвка. Здесь абсолютно другая энергетика. Получается, в польские времена это было дорогое предместие польское. Тут жили только богатые эти вот дворяне, да. Так и сейчас. Я проходила мимо. Сейчас, может, туда пойду поснимаю этого танхауса, да. Девочка сказала, 250 тысяч долларов стоит там. Это квартирка без отделки. Да, без отделки. Ох, дорого-богато. Дорого-богато жить в этом прекрасном районе, в центре города, где так всё здесь, тихо, спокойно. Рядом парк. Ой, ну хоть няней, хоть няней поработают и будем наслаждаться всей этой красотой. Вы посмотрите, какой красивый парк. Надо прийти сюда обязательно пофотографироваться в воскресенье. В понедельник День Матери. Я уезжаю. Мы решили в воскресенье праздновать День Матери с Юлей. Такая красота вокруг. С утра шёл дождь. Сейчас, как бы, пока дождя нету, вышли быстро на прогулку. Погулять, поснимать с ним эту красоту. Обалденно. Этот ковёр из листьев. Это просто обалдеть. Какое счастье. Будь няней в таком прекрасном районе. Утки повылазили с водоёма посушить свои крылья, свои перья, потому что шёл дождь. И они, видно, замёрзли. То вылезли посушиться. Прикольно такие. Сидя тут крякают. Так, и про недостачу мы бы написали, что я должна идти в инспекцию по труду, не знаю своих прав, спаривать эту недостачу. Но я думаю, что у них всё по закону. Потому что я подписывала договор коллективной материальной ответственности. Да. И всё. И тут как бы не поспоришь. Я, конечно, может быть, схожу в охрану труда, но, наверное, смысла особо нет подойти. Потому что в этом магазине платят постоянно, как писали. Чуть меньше, чуть-чуть больше, да, но платят. И я ещё раз говорю, это не воровство. Там просто попортился товар. Всё лето портились фрукты. То есть яблоки никто не покупал. Ну, как бы я не видела вот моя ошибка, что я вчера не потребовала вот именно вот эту опись инвентаризационную, да, что именно на минусе. Потому что я спрашивала, что на минусе. Конкретно мне сказали конфеты, сказали фрукты, овощи, там масла у нас ещё не хватает сливочного. Всё. Ну, может, там где-то по одной-две позиции тоже что-то не хватает. Ну, в итоге набегает сумма 5000 белорусских. Тысячу, так понимаю, она мне расписывает. И 4000 остаётся. Говорю, обидно отработать полмесяца за бесплатно. Но вот эти люди, которые работают уже много лет в этом магазине, они заплатили. Ещё даже, наверное, не знаю, наверное, высчитали уже. В июле месяце заплатили. Вот, говорю, по полоклада. Ну, то есть, по сути, они сейчас целый месяц работают бесплатно, да. Получается, тогда заплатили полоклада, сейчас полоклада. То приятного мало. И мне писали, что это не самая маленькая заработная плата в городе Брестке. Ну, может, и не самая маленькая, но, как оказалось, мне сейчас отдай ползарплаты, чтобы вот это вот всё заплатить. И, как говорится, приятного мало, прикольного мало. Я там какой-то там, мне пишут, что я неудобный работник. Ну, может, я и неудобный работник, правильно, потому что я за свои права ворюсь, отстаиваю. Мне все магазини сказали, ну, ты молодец, ну, ты то. Потому что люди боятся. Люди боятся что-то сказать, возразить. Они, как рабы, готовы пахать за эти три копейки. Вот даже с тем, что, говорю, посокращали коллектив, два продавца на зале, выставить весь товар нереально. Магазин выезжает только за счёт мерчендайзеров. Вот мерчендайзеры приходят, то есть это представители других компаний, они приходят и выставляют товар. Если раньше в магазине выставлялся товар продавцами, да, то сейчас мерчендайзерами, да, потому что продавцы нереально, говорю, вот, максимум, вот, можно выставить молоко, хлеб, там, колбасу, какие-то там, бакалею пополнить. Но все группы товаров, это нереально, понимаете. Я пошла, потому что магазин на районе, возле дома, то есть я не тратилась на транспорт, вот, но, как говорится, просчиталась, просчиталась я и улетела на бабки. Стоим в таком красивом месте, вот это мне место больше всего нравится. Уточки, здесь вот эти жёлтые деревья, я посмотрела, что только здесь эти жёлтые деревья. Там уже такие вот здесь ива ещё не пожелтела, видите. Одним словом, красота. Хорошо, что перестал дождь, то есть возможность остановиться, да вам поснимать. Я пошла чуть подальше от коляски, лялечка моя спит, такая хорошая девочка, Верочка, вот, спит. И я вчера разговаривала со своей знакомой, которая уводилась, и вспомнила, что у меня же сегодня автошкола, я уже как со своим этим уволением вообще забыла, какой день и всё вот это. И у меня сегодня зачёт, зачёт в автошколе, и я аж ничего не учила, ничего не открывала, так немножко клацала эти билеты. Так что вот после няни моя задача ехать домой, обедать и готовиться к сдаче зачёта. Благо у меня есть 7 бесплатных попыток, то что у меня такой тариф премиум, но я его брала за счёт того, чтобы дали эти диски, ну где можно правило, ну даже не диски, карты, даже не, ну да, там карта и с паролем для входа на сайт ГАИ, да. Вот, чтобы можно было скачать эту обучающую программу. Юля меня установила пару дней назад, но я ещё толком не клацала, говорю, пару-пару вопросов только посмотрела. Что-то знаю я и сама, но, конечно же, что-то надо учить и смотреть, и запоминать. И вот именно эти билеты, чтобы были на автомате, чтобы не гадать, какой ответ, а чтобы настолько наловщиться, чтобы уже на автомате всё, как говорится, отвечать. Такую лавочку прикольную сделали в виде трактора. Прикол. Ну, наверное, ещё прогуляемся в сторону озера. Людей мало, пару человек ходило, уже все ушли, кто здесь был. И в понедельник же день матери. Юля рассчитывала, говорит, я тебя приглашаю на обед. Я ей потом говорю, я ж увольняюсь, ой, увольняюсь, я ж уезжаю. Ну и увольняюсь тоже, у меня день увольнения. В понедельник. Я уезжаю. Как так? Она говорит, ааа, уезжаю в 12 часов. Дождь наверняка идёт сейчас. Усиливается. Я потом далеко не ухожу. Ну, сейчас точно польёт. Короче, мы решили воскресенье. Вот я забираю часы. У меня там есть часы. Поранчо уйти и где-то пообедать или поужинать. Ну, короче, заранее отметить день матери. Такой парк пустой, видите. Всё закрыто. Аттракционы не работают. Может быть, в воскресенье, если будет солнце, что-то включат. Но очень сильно сомневаюсь. Наверное, они в сентябре, но вот в октябре ещё работали. Было солнце. Вот эти деревья, конечно, очень такие яркие-яркие, такие осенние. Я поняла, здесь самый шикарный вид. Вот на эти деревья. Ну и карусельки. Здесь, смотрите, такой обалденный высокий дуб. Дуб желтеет. Хоть и я заодно с ребёночком прогуляюсь. Подышу, так сказать, свежим воздухом. Всё же снова пошёл дождь. Я под деревьями ходила непонятно. Пошёл дождь, не пошёл. Но капли-капали. Так что всё. Погуляли, сколько мы. Ну, 40 минут погуляли. По эту сторону дома. Под этим, под подъездом постою. Под козырьком, чтобы не намокнуть. У меня есть, конечно, зонтик. Вот, но лучше вернуться под крышу. Вот, когда мне плывут. Всё, напоследок снимаю вам эту красоту. И идём в подъезд. Ну, не под подъездом. Короче, под крышу. Вот такой у меня хороший дом большой. Как раз хватает и коляску, чтобы закрыть. Там спина только остаётся. Голова сухая. Ну, главное, чтобы ребёнок не мог. Ну, она в комбинезоне, так как мы не промокаем. 40 минут погуляли. Всё. Снова дождь. Всё, укачала свою рялечку. На второй сон мы пришли после парка. Покушали. Зубки растут. То полпорта кто-то съел пюрешечку. Самую-то тыквенную. Поигралися. Ну, так как дождь идёт, то такое, знаете, полусонное настроение. Капризульки на ручках. Туда-сюда. И спать уложили. Даже вот спать сейчас укачивала. Вот только на руках. Укачиваешь, укачиваешь. Чуть это попыталась. Два раза пыталась переложить. Кровать. Нет, просыпается. Ну, всё. Уложила. С мамой папа поговорила. Иду счастливой домой. Иду счастливой домой. Учить уроки. Учить правила дорожного движения. Я заеду в магазин. Покупить что-то покушать. Завтра шли на работу. Я ещё даже не знаю, какую смену. Где будет написать. Потом как там. Какую смену мне выходить. Иду вот в таком красивом районе. Я надеюсь, когда здесь будет солнце. Не будет дождя. Это будет ещё намного красивее всё смотреться. Тут была такая интересная ситуация. Всё стоят перед пешеходом. Загорелась зелёная стрелка на поворот. И девушка пошла. С телефоном, зонтиком. Как её не сбили. Ей повезло, что она быстренько-быстренько прошла. И начался поворот. Люди стали ехать на машину. Постарается? Ну, как говорится, Бог миловал. Как видите, я уже дома. И в одной майке. А почему? Потому что нам включили отопление. Я что, зашла в квартиру так тепло, думаю, что ли я вот это за бабе лето за два дня нагрелась эта квартира? Думаю, пойду проверю стены. Пойду проверю стены. Тёплые стены. Я сейчас была в центре, вот, няня смотрела девочку, у них ещё не включили отопление. А у нас на краине города, скажем так, включили отопление. Какой у нас хороший жест. Вот, если меня кто-то смотрит из работников котельной, ЖЭСа, огромное вам спасибо, что включили нам все отопление. Да, я готовлю обед. У меня есть две сосиски. Там я на курицу жарила. Кусочки ещё не решила, что я буду есть. Варю гречку. Да, полезную гречку. И продолжаю читать комментарии, что это позор. Это позор. Высчитывать недостачу. Я понимаю, что там какие-то были действительно кражи, воровство. Из-за того, что испортился товар. Ну, я не виновата, что он испортился. Они же заставляют тоже заказывать товар, чтобы не были пустые полки. Короче, я когда работала у участника на игрушках заведующей, они нам даже не считали магазин. Вот они решили его, ну, закрывать. Они даже не делали инвентаризацию, потому что у людей было чувство вины, что вот они закрывают магазин, что мы остаёмся без работы. Хотя им вообще был невыгоден этот магазин. Они его просто тупо закрыли. Нам заплатили деньги и сказали, девочки, спасибо, до свидания. А здесь что? А здесь я ещё осталась должна. О, продтовары. Понимаете, я вот сейчас так расстроилась вчера. Думаю, блин, это получается вот сейчас вот это, что я заработаю за эти две недели. Я должна дать эту недостачу. Представляете? И я вот, у меня даже, по сути, нет денег. Потому что сейчас вот зарплата, что пришла, я должна, я отложила на матрас. 700 рублей. Вот. И всё. И только моя ютубовская зарплата. 100 евро, которые будут в конце октября. Я вот сейчас вот это, что подработала няней, пущу на продукты, в дорогу, что-то купить надо, подарки какие-то купить надо людям, перекусить, что-то купить надо. Ну, короче, вот так. Я, по сути, осталась без денег. У меня ещё как бы эти деньги не забрали, но в понедельник у меня расчёт, и я уверена, что у меня эти деньги заберут. Вот, говорю, мне там оставят рублей 200. Вот это, наверное, компенсация вот за те 8 рабочих дней, что набежала. С 22 июня я работаю. Получается, кто не знает, за 1 месяц набегает 2 дня отпуска. Вот. За эти 8 дней мне должны дать компенсацию. Всё. Мои планы. Обедать. Смонтирую это видео. И садиться за учёбу, потому что у меня сегодня зачёт. Ещё я планировала уборку, но, наверное, не успею. Может, уже приду с автошколы, прополисошу. Потому что мне на завтра поставили смену с 11 утра. Как я люблю, как сказать. Ну, ты же любишь ходить, надеялась. По сути, да. Потому что я эти 2 дня вообще не спала. То есть у меня был пол-восьмого подъём. Мои выходные не ходила. Вот, я не подрабатывала на 9 утра. То завтра, может, хоть посплю перед работой. Очень на это надеюсь. Ох, буду садиться учить уроки. Как годы, конечно. Вот буквально 40 дней было дождя. Мы сходили погуляли. И я, наверное, буду заканчивать это видео. Но сейчас вот я покажу, что я буду кушать. И буду заканчивать видео, потому что некогда мне. Буду дальше снимать. Пойду в автошколу. И особо нечего будет вам рассказывать и показывать. Всё, мои хорошие. Готовлюсь морально на дорогу. Завтра я, наверное, снимать не буду. Завтра у меня целый рабочий день. В воскресенье мы с Юлей Виттенера прогуляемся. Что-то вам смогу заснять. В дороге, вот я не знаю, снимать, не снимать. Потому что если будет вот этот Wi-Fi, он медленный обычно. И медленно будут грузиться видео. Я посмотрю. Если будет медленно грузиться видео, то, по сути, я на неделю выпадаю с YouTube. До встречи 18 октября называется. Ну, ещё, может, одно-два видео выйдет. Как будет получаться у меня. Всё, мои хорошие, ставим лайк, подписка, комментарий. Суперспасибо поддержать нищего блогера, который остался без заработной платы. Всех люблю, всех целую. Всем желаю прекрасной, яркой, солнечной осени. Всё, всем пока-пока. Всё, сварилась гречка. Так с ним выглядит мой диетически полезный обед. Гречка, сосиска, помидорки. Нам бабушка Люба передавала консервацию с перчиком, с лечком. Ой, буду вкусно кушать. Всем приятного аппетита!